Сегодня мы продолжаем изучать книгу, мы сейчас изучаем «Пути праведникова», она написана тысячу лет назад. И мы находимся в семнадцатом качестве, которое эта книга разбирает, называется «На врата щедрости». И сегодня мы читаем дальше, написано так, что были такие мудрецы во времена Талмуда, да, которые в трактате «Ктубот» это описывается, они связывали деньги в тряпочку и перетидывали через плечо, и шли, значит, там, где были бедные. Бедные брали эти деньги, мешочек прям было понятно, что это отздока, и тот, кто давал эти деньги, он не знал, кто берет. Есть такое правило, что если ты даешь кому-то отздоку, милостыню, да, то следует утаить все, что можно утаить, чтобы бедный не знал, кто дает, а дающий не знал, кто получает. То есть, чем меньше в этом будет эго, признание какого-то пиара там и так далее, тем лучше, потому что мы уже знаем из предыдущих, из предыдущего урока, что вот это качество надевут, щедрость, оно открывает человеку путь к вельможам. Но если, например, есть известная история, как купил, ну, есть известная история, как Демиан Херст купил акулу за 6 тысяч евро, посадил ее в бассейн, в аквариум с формалином, да, такое вещество, которое консервируют, чтобы не портились живые, ну, трупы там, это в медицинских институтах используют формалин, и он ее законсервировал, эту акулу, и продал ее за 12 миллионов долларов. И есть книга, которая исследует современное искусство, и она говорит, я эту книгу читал, давайте рассмотрим ситуацию с другой точки зрения, он говорит, то, что он молодец, Демиан Херст, и он умудрился продукт себестоимостью, там, 6 плюс 10-15 тысяч евро продать за 12 миллионов, он молодец, он очень молодец. Но кто купил? Что за дурак купил акулу за 12 миллионов, в которой себестоимость 15 тысяч евро, он ее купил за 12 миллионов долларов. Зачем он ее купил? Оказалось, что эту акулу купил человек, которого звали, вот, фамилия, по-моему, Левинова была, этот персонаж, знаете, есть фильм «Миллиардеры» называется, такой сериал американский. Вот по нему, по главному герою этого сериала, это как раз списывали сценарий с этого Левина. У него самый в Америке большой хедж-фонд, это, ну, фонд, который вкладывает рисковые инвестиции, и он зарабатывает официально в год, после уплаты налогов, 500 миллионов долларов. Теперь автор этой книги говорит, что такое для человека, который зарабатывает 500 миллионов долларов, заплатит 12 миллионов за акулу? Ну, это, там, недельный заработок. Но, говорит, ну, зачем возникает вопрос? Что он с ней сделал? Оказалось, что вот этот вот Левин купил эту акулу и поставил ее на свободную, ну, чтобы люди могли приходить смотреть современное искусство, акула, там, все такое. Значит, сделал выставку, и люди ходили, смотрели на акулу за 12 миллионов долларов, об этом много писали и так далее. Потом он взял эту акулу и подарил ее в Нью-Йорк-стимунике, музей современного искусства, как свой вклад, благотворительный вклад. И он, благодаря этому подарку, который был известный, ну, то есть уже это стало таким признанным произведением современного искусства, он вошел в совет попечителей этого музея, как один из жертвователей, который пожертвовал большую сумму. А в попечительском совете этого музея современного искусства Нью-Йоркского находятся такие люди, как Барак Обама, Билл Клинтон и так далее. То есть бывшие президенты США, самые известные, уважаемые люди мира. Таким образом, когда царь Соломон говорил, что щедрость и надевут, вот это вот желание давать подарки и давание подарков доведет до вельмож. Это абсолютно четкий духовный закон. Тот, кто дает, занимается благотворительностью, через это он может зайти в тот круг людей, в которые он за деньги, он не зайдет. Понятно, да? Но он может, давая, помогая другим людям, занимаясь благотворительностью, он может дойти до этих людей, до которых он иначе не зайдет. Понятная идея, да? Но это называется пиар. То есть здесь такая благотворительность со знаком вопроса, да? Несколько вопросов. То есть он себе за 12 миллионов купил, только красивым путем, чтобы люди получили от этого пользу в музее и на выставке, он за 12 миллионов купил себе место среди вельмож. Можно и так на этот вопрос посмотреть. Хотя фактически много людей получили хлеба и зрелищ, какую-то радость от его подарка, да? Но духовного тут наполнения нет. Говорит нам Тора, что когда ты помогаешь, нужно максимально убрать вот этот элемент пиара и самого сваления, и даже убрать элемент благодарности со стороны тех, которые тебе помогают. Потому что если он знает, кто ему помог, и он не благодарит, это проблема у того, кто не благодарит. Неблагодарность – это корень всех злых качеств. Но если он сильно благодарит, а ты принимаешь эти благодарности, то проблема у тебя. Почему? Потому что ты уже получил оплату. Благодарность – это огромная ценность в этом мире. И получается, что человек, который помог другому, тот его поблагодарил, у них вин-вин – это равное. Понимаете? А если ты ему даешь, он тебя не поблагодарил, тогда ты депозит положил на небо. Тогда Бог твой должник, ты выполнил заповедь помогать. Значит, но ты не получил возврата, да? Этот мир построен мера за меру. Получается, ты помог, возврат не получил. Всевышний тебе заплатит. Если ты помог, тебя поблагодарили, ты оплату получил. Если ты помог, тебя поблагодарили и написали на стене огромными буквами, он крутой, еще тебя внесли там в книгу рекордов Диннеса, то что получается? Ты получил больше, чем ты дал, потому что ты выгодно инвестировал в свою благотворительность. Поэтому Тора нам говорит, что нужно максимально стараться, чтобы тот, кому ты помогаешь, не знал, кто ему дает, и тогда, а еще лучше, чтобы ты сам не знал даже, кто получает. Делать это через посредников. Давай милостыню, давай этот сдаку, окажи милость вместе с подаянием. Например, купи то, что требуется тому, кому ты помогаешь, чтобы ему не пришлось трудиться. Помоги ему там, найди подешевле и так далее. Говорит Тора очень много про важность вот этой сдаки. Дзака это и есть там, где больше всего нужно проявлять вот это свое качество щедрости. Что дзака, написано в притче, в притче царя Самона, 14 глава, 34 отрывок, возвышает народ. Вот если мы посмотрим на страны, где вот эта вот социальная защита населения, где люди действительно защищены и общество, и страна берет на себя реальную ответственность за то, чтобы помогать бедным, несчастным, обездоленным, старикам, сиротам. То есть действительно страна вкладывает, народ вкладывает в это. Те страны процветают. Те страны, как с дом, крайний случай. С дом, у них была запрещена милосердие, запрещена дзака. С дом, всевышний уничтожил. Но те страны, в которых действительно бедных людей не уважают, презирают и не помогают им, у них обычно есть большие проблемы в этих странах. Хорошо. То есть оно как цепная реакция. Милостыня возвышает народ, сказал царь Самон. Теперь дальше написано в притчах царя Самона, 21 глава, 21 отрывок. Это значит очень хорошая цифра 21. Когда-то что-то у меня в голове осталось. Значит, стремящийся за дзакой и добром найдет жизнь, дзаку и почет. То есть здесь получается интересная вещь. Человек, он... Что такое добро, да? Добро это когда ты хочешь давать и помогать людям. Это добро. Один из десяти шагов к счастью это добро. Теперь, значит, дзака. Это когда ты не просто твое намерение помогать, а когда ты реально помогаешь. Это дзака. То есть ты взял что-то от себя, дал другому. Значит, человек, который стремится, его намерение делать добро и давать дзаку, то есть фактически выражать это намерение в действии, найдет жизнь. То есть мера за меру работает, да? То есть он дает... Что такое добро и дзака? Это ты даешь жизнь кому-то. Ты даешь им жизненную силу. Доброе слово может человека спасти. Добрый поступок может ему жизнь вернуть, да? Когда ты даешь людям жизнь, то есть твое намерение давать жизнь, Всевышний дает тебе жизнь. Найдет жизнь дзаку, так как все духовные законы идут мера за меру. Получается, что если ты даешь дзаку... Вот есть какой-то человек, который нуждается. Ты оп, ему дал, да? Дал ему этот дзаку. Потом тебе нужна какая-то жизненная ситуация. И ты говоришь, Всевышний, помоги мне, пожалуйста, в этой ситуации. Ну, реально, мне надо там... Ну, пожалуйста. Ты только что его спас, Всевышний тебе дал. На обратной ситуации. Вот сегодня во время молитвы утренней, так как мы изучаем уже вот эту книгу, Оцер-Сгулот, да? Здесь есть сгула такая волшебное средство, что каждый раз перед утренней молитвой давать... Давать денежку, да? В коробочку лучше какую-то. И туда давать сдаку. Потом эту сдаку кому-то передавать. Значит, я перед утренней молитвой дал денежку. Лучше много раз по чуть-чуть, чем один раз много. Дал чуть-чуть, там, маленькую денежку дал. Значит, все, молюсь. Тут заходит человек и говорит, у меня там жена болеет, 9 детей. Значит, нужны деньги на лекарства. Все, значит, тоже говорит. Кто дает сдаку, тому Всевышний помогает. Все. То есть, я, так как мы это все учим, я дал ему маленькую денежку, да, тоже. И в этот момент я понимаю, что, что, ну, каждый ему по чуть-чуть дал. Почему ему каждый по чуть-чуть дал? Потому что мы стоим, молимся Всевышнему и просим Всевышний, дай мне... Я знаю людей очень богатых, которые молятся и просят в два раза больше. Я знаю людей, у которых, слава Богу, есть дом, дети, семья. И они все равно молятся и просят, да, у каждого есть просьбы. Нет ни одного человека на земле, у которого было бы вот все выполнено, то, что он хочет. Теперь, все что-то просят у Всевышнего, но все же работает мера за меру. Когда кто-то просит тебя, ты можешь сказать, нет, слушай, я тебе не буду помогать, отвали, я занят. Я прошу Всевышнего, чтобы он мне помог. А можно стать в этот момент мера за меру рукой помощи? Нам царь Соломон объясняет, что если ты стремишься за цдакой и добром, то ты найдешь жизнь, жизненную силу, жизнь. Цдаку по отношению к тебе Всевышний будет работать именно по этому же принципу. Цдака – это беспричинная, то есть это помощь не что ты должен ее дать, да? То есть тебе просто Всевышний дал, значит, ты часть из этого передаешь дальше. И найдет почет. Почему он найдет почет, кого-то? Вот здесь вот этот вот почет, а нужно же от кого-то-то убегать, от почета. Но так работает жизнь, что ты будешь его получать. А что нужно сделать? Перенаправлять его на Всевышнего. Всегда говорить, слава Богу, это Всевышний помогает. Что я? Я только рука Всевышнего. Я только передатчик. Вот что, как царь Давид говорил, Мимхааколь, он Богу говорил, От тебя все. Умиятхо, из твоей руки, и наткнулах, из твоей же руки дают тебе. То есть, как я могу помогать? Бог мне дал, я передаю. То есть, вот нужно весь почет отдавать тому, кому принадлежит все. Дальше написано, что в Велика Милостыня сказано про Авраама. Как сказано, и поверил Всевышнему, и Бог посчитал ему этот здокой. В книге Берешит, когда начинается только разворачиваться вся Тора, и Авраам соединяется со Всевышним, Бог испытывал Авраама десять испытаний. И было у Авраама десять испытаний, которые он прошел, очень тяжелые испытания, и он прошел их, веря во Всевышнего, что все к лучшему, и то есть, его была вера и доверие Всевышнему невероятные. Теперь, в какой-то момент, Бог ему говорит, все, я, значит, тебе дам детей, я тебя благословлю, возвеличится имя твое, будет у тебя благословение, передаю, как бы, я тебе передаю благословение, силу благословлять. И написано, что поверил Авраам Богу, и Бог посчитал ему этот здокой. И вот тут очень кроется, почему именно Авраам, что такое вот в Аврааме было уникальное, что отличало Авраама от всего человечества, и что Бог с ним заключил вот этот вот договор, что союз, да, союз с Авраамом и с его потомством. Вот именно это и было в Аврааме уникальное, что он верил в Богу, верил Богу не за что-то, а он верил в Богу вопреки тех тяжелейших испытаний, которые он проходил. И несмотря на то, что он проходил, Бог ему говорит, иди из твоей земли, из города твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе, я тебя благословлю, будет у тебя материальное благословение, я тебя умножу, у тебя будет потомство, я, значит, возвеличу имя твое, и будет у тебя браха. Авраам выходит, приходит в Израиль, пешком шел туда-сюда, там вообще страхи какие-то, да, пешком как бедуины. И что? А там голод, а там голод. Авраам говорит, ну, Всевышний, тебе виднее, я все равно верю тебе беспрекословно, что все будет хорошо. Идет Египет, у него забирают жену, фараон. Авраам говорит, Бог, я тебе доверяю, нет у меня ни тени сомнения. Теперь, вот такая вера, она называется дздака, Бог ему засчитал это за дздаку. Дздака – это помощь без причины. А когда есть причина, это благодарность, это не называется дздака. Когда ты кому-то за его услугу оказываешь услугу, это называется честная оплата, это называется справедливость. И написано, что тот, кто отвечает злом на добро, то зло уже от того, кто так сделал, из его дома не отодвинется. То есть, это самая страшная вещь – ответить на добро злом. Это то, что когда Бог, например, человеку все дает, 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 а человек начинает отказываться от Всевышнего. Это называется ответить злом на добро, потому что Бог дал жизнь, Бог дал все. Или какой-то человек другому делает добро, а тот ему ответил злом на добро. Это самое страшное. Если бы он ему не делал добра, и тот ему сделал зло, еще как-то можно понять. Но когда, например, тот же Сенуар, крыса вообще, ну, самый сейчас ужасный человек, это маньяк, это Сенуар, который весь мир втягивает войну. Его спасли в израильской тюрьме, он убийца, он убил там, и палестинцев он убивал, и всех он убивал. То есть, такой маньяк-убийца вообще, конченный. Его, у него была опухоль мозга. И вот это тоже, я считаю, что это было неправильно, что нельзя быть милосердным к злодеям. Его в Израиле спасли от злокачественной опухоли, от опухоли мозга. Его спасли. Потом на одного пленного солдата обменяли тысячи убийц, и он был в их числе. И потом этот Сенуар сейчас инициировал нападение, где погибло 1200 израильтян, и сейчас уже вследствие войны, которую он раздувает, и он говорит, все жертвы, ну, типа, я зап, чем больше погибнет палестинцев, тем лучше, сейчас уже представьте, там, 30 тысяч, 40 тысяч убитых этих же палестинцев, и, а он сидит себе в подвале и радуется. Вот это называется ответить злом на добро. Его смерть будет страшная, ужасная, можете его записать, потому что Всевышний пообещал, что тот, кто отвечает злом на добро, зло от него уже не отойдет. Теперь Абрам, который, казалось бы, Всевышний делал вещи, которые испытания тяжелые и так далее, Абрам, он говорил Всевышнему, я тебе верю, я тебе верю в любом случае. Это называется дздака по отношению к Всевышнему, то есть ты без причины, тебе в данный момент нет причины, тебе плохо, тебе как-то там ужасно, ты говоришь, а я тебе верю, Бог, ты добрый, ты меня любишь, я тебе верю. Это какая-то временная, казалось бы, тьма перед рассветом, но я знаю, знаю, значит, я знаю, что ты все равно меня любишь, ты добрый. Такая вера в Бога называется дздака, у тебя нет причины в данный момент, и Бог с тобой тогда ведет точно так же. Бог говорит, я тебе тогда без меры буду давать. Как он дал Абраму без меры, так же он каждому человеку, который вот так вот он верит в Бога, так же он помогает людям, не меряя. Значит, Бог ему так же помогает. Перечисляются в Торе все высказывания, отрывки, где говорится про дздаку, насколько она велика, насколько она важна, что царя Соломона Бог поставил на престол, чтобы творить правостудие и дздаку, и милостыню, так прямо написано в Торе. Говорил царь Давид в псалмах, что дздака и справедливость – основа престола Бога, то есть это два главных качества Всевышнего, от дздака и справедливость. И дальше мир будет построен Хеседом. Вот этим вот добром будет построен мир. Мир может существовать только на основе добра, потому что если в мире будет преобладать зло, то мир будет разрушен, люди сами разрушат мир. То есть если злодеи будут друг с другом воевать, если злодеи захватят власть во всем мире, то они уничтожат мир. Поэтому мир будет построен только добром. И, значит, каждый отдельно должен думать о себе, учит нас Тора, что от моего сейчас поступка зависит существование мира. Потому что каждый человек, каждый абсолютно человек, он соединен со Всевышним. И должен думать человек так, что от моего сейчас поступка, от моего решения перевешивается чаша весов. И если я сейчас сделаю добрый поступок, то мир перевесится на добро. Если я сделаю сейчас злой поступок, мир перевесится на зло. Поэтому каждый для себя выбирает спасать мир или разрушать. Дальше говорит нам, вот мы уже заканчиваем, эта глава рассказывает, что нужно быть щедрым в деньгах, приобретая заповеди. Значит, Но Тора нам ставит ограничения. Если ты можешь выполнить заповедь просто и красиво, то ты можешь добавить 30% всего к стоимости выполнения заповеди. Дальше пишет нам автор этой книги, что будь щедр к людям. Значит, щедро одалживай деньги бедным, если можешь, то и богатым. И будь человек щедр в своих делах, не считая с каждым грошом при расчетах. Если он продает вино или масло, отмеряет, что нужно добавить с горкой мере. И чем ты более будешь щедрой в своих проявлениях, тем более будешь щедрой Всевышний с тобой. Значит, навещай больных, молись за людей. То есть, чем больше ты выдаешь добра в мир, тем лучше. И прямо это можно делать, вот молиться за всех. Пускай все, значит, хорошие, добрые люди выздоровят, чтобы все, значит, те, кто бездетные, чтобы бог дал им детей. Пускай все, то есть, благословляйте, чем больше вы будете благословлять людей и давать им добро, и делать добро, тем лучше. Как минимум, нужно хотеть, то есть, нужно перевернуть свое внутреннее намерение с детской позиции, дай мне, такая эгоистичная детская позиция, типа, дайте мне, это ненасытная позиция, тебе всегда будет не хватать. На позицию, что я хочу дать, кому я сейчас могу дать, кому хочу дать, значит, чтобы позиция вот такая. И даже если не могу дать, но хочу дать, но не могу пока, но жду, когда Всевышний мне даст, как Дамир партнер, он каждому желает жить достойно, чтобы достойно царая, и всем он желает миллионы, миллиарды долларов. И человек, который хочет давать, он Всевышнему говорит, я хочу всем помогать, я такой добрый, я хочу детские дома строить, я буду, вот если ты мне дашь деньги, я буду столько добра в мире сделать, что уже такое намерение, даже если ты хочешь, но ты не можешь, засчитывается, как будто ты делаешь, да, ицдакас спасает от смерти, правильно. Теперь дальше он пишет такую вещь, вот мы заканчиваем это качество, это прям он пишет про нас, про Ваикру, про всех друзей Ваикра, партнера Ваикра, спонсора Ваикра, прям тысячу лет назад он писал про нашу организацию, он пишет так, значит, а более всего, более всего следует быть щедрым в своих знаниях Торы, в своих занятиях Торы и знаниях Торы, нужно каждого учить разуму и притягивать сердца ко Всевышнему, это величайшая щедрость из всех видов щедрости, это величайшая щедрость из всех видов щедрости, оказать милость человеку, чтобы привести его к жизни в будущем мире, понятно, да, то есть, так как цель нашей платформы Ваикра это распространение знаний Торы, вот этого света, который мы сейчас как раз мы изучаем, то когда человек узнает о том, действительно, как правильно жить, как соблюдать заповеди, как любить Бога, как относиться к людям, и он через улучшение своей жизни в этом мире, он еще и приходит к вечной жизни, это самая большая щедрость, которая только возможна, и Ваикра, и все партнеры Ваикра, спонсоры Ваикра, друзья Ваикра, которые хоть доллар дают на умножение деятельности нашей платформы, у всех есть как раз этот вид щедрости, самый важный вид щедрости, притягивать людей ко Всевышнему, соединять со Всевышним, давать людям инструменты, сколько людей, я сейчас приезжаю в любую синагогу практически, вот я сейчас буду на Кипре выступать, 27-го, 28-го, и, наверное, на шабате останусь на Кипре, да, вот в этот шабат, я практически везде, куда я приезжаю, в синагоге ко мне кто-то подходит и говорит, я после урока Ваикра начал соблюдать заповеди, стал ходить в синагогу, соблюдать шабат, соблюдать то, соблюдать это, каждый практически, каждое место, у меня сейчас был в Риде, подходили ко мне люди, которые через Ваикра, сейчас они уже там такие религиозные, с бородами, раввины, но наша функция это показывать, что этот свет есть, что это никакое мракобесие, знаете как, наоборот говорят, Тора это, религия это мракобесие, наоборот это свет, это реальный божественный свет, а вот атеизм это мракобесие, это реально мракобесие, это люди, которые верят в Дарвина, которые инфузори и туфельки говорящие, вот это вот реально такие мракобесы, да, то есть как вообще, Я каждый раз, когда встречаю атеиста, я его спрашиваю, неужели ты веришь, что ты обезьяна говорящая, и что все, тебя закопают и ты умрешь. Честно говоря, мало кто сказал, что он верит, потому что они пытаются отвечать, что мы знаем. Я говорю, откуда ты знаешь? Но на любой вопрос, откуда ты знаешь, никто не ответил, откуда он знает. Один когда-то говорит, я когда-то книжку читал, как библейская критика. Я говорю, а ты читал следующую книжку этого автора, где он отрицает то, что он писал о книжке? Он говорит, ну я, считай, эту первую не дочитал. То есть, атеисты все, они просто такие, как сказать, фанатики. Они атеистичные фанатики, которые верят фанатично в идею ее, не проверяя, что они инфузори туфельки и обезьяны. Очень жаль этих людей. Теперь последний кусочек он нам говорит. Но нельзя быть щедрым и расточительным в удовлетворении своих страстей. Не следует тратить много денег на дорогие кушания, на напитки, на дорогую одежду. Не надо разбрасывать деньги на всякую чепуху, не приводящую к служению Всевышнему. Щедрый человек должен остерегаться, разбрасывать деньги в пустую, гонять за страстями, а все направить на позитив, на духовность, на развитие себя в духовном мире. Как говорил Ротшильд, что мои деньги, это те, которые деньги я раздал, эти деньги навсегда со мной, на вечность я их прикрепил к своей душе. Все остальное, он говорит, не мое. Все остальное у меня и в этом мире могут забрать, а когда я из этого мира уйду, так точно непонятно, кому останется. Все, друзья, удачи, успехов, чтобы был у всех хороший день, полный щедрости, дзоти, милосердия, добра и мера за меру, чтобы Всевышний вам дал все, что вам нужно, чтобы Всевышний вам дал. И чтобы, главное, вы умели этому радоваться, благодарить Всевышнего, и он будет и дальше, и дальше давать всем хорошим людям все хорошее. Все, удачи, пока, счастливо.